Привет всем! Мы находимся сейчас на улице Шитару Ставели. Это Серега Морган, кто еще с ним не знаком. Проводит экскурсию и объясняет, почему раньше в домах было очень много окон. Чтобы освещение было. Серега, почему ты считаешь, что белые это хорошо, а красные это хуёво? Плохо и то, и другое. Плохо то, что произошло, что были белые, зеленые, красные, разные. Вот это плохо. Но сейчас же тоже то же самое происходит. Белые, красные, зеленые, поэтому сейчас плохо. Почему ты за белых, а не за красных? Я не тоже за белых. Я за то, что, скажем так, я против. Я против того, что красные принесли. А белые, чтобы принесли? Белые не справились со своей задачей. Они не решили ни экономическую, ни этническую, ни политическую. Никакие задачи они нихуя не решили. А красные решили? А красные, да. Они типа сказали. Земля крестьянам, вот эти заводы, вот, вот. Бароновские все эти. Это ж потом завод имени Январского восстания 18-го года был. Это ж все краяновские заводы. И когда ты говоришь про Советский Союз, вот посмотри, это все, да, это уже потом настраивалось. Ну все это строилось в 1864 году. Когда белые были? Тогда даже вообще белых. Тогда тоже были политические разногласия или не было? Барона народ любил или не любил? Он был героем для Одесситов. По-разному было. В 1881 году одного из этих, ну кто главный был, бомбой ебнули. Кого? Из руководителей завода? Александра Второго. Бабахнули бомбой. Ага. В Санкт-Петербурге там теперь вот храм такой красивый. Это вот будущие коммунисты или кто Бабахну? Это предреволюционеры, скажем так. Народовольцы. Ну, короче, террористы по-нашему. Типа правый сектор на сегодняшний момент, типа, да? Нет, нет. Нет? Ну? Типа правый сектор, они как раз правые. А эти были правые, ну, эти правые, скажем так, правый уклон, а те были крайне, вот как бы сейчас сказать, по нашей раскладке, те были левые, получается. Я, честно говоря, до сих пор не могу понять до конца разницу между правыми и левыми. А потому что считалось, как в парламенте люди рассаживались. Справа были монархисты, у первая дума, которая о Российской империи. Справа сидели монархисты, а слева сидели как раз вот социалисты. Коммунисты. Вот, Катя, блядь, ну, коммунизм это несколько, чуть-чуть другое. То есть это были, ну, скажем так, люди левого толка. Вот. Ну, левые это передовые идеи, типа, всегда считаются. Нет, блядь. Почему, блядь, они передовые? Они кричие, мы лекции записываем для людей. Ну, передовые, ну, потому что коммунисты, это была новая идея коммунистов, социалистов. Это было что-то новое перед монархизмом. Теперь тоже у нас левые идеи европейские, как бы, главенствуют над обществом, потому что это, типа, новое течение, там, либертарианство, хуянство, национализм, это, как бы, тоже левое. Мы находимся напротив бывших зданий завода Январского восстания, этого барона Умберта, или как его? Вот, да, невыговоримая фамилия. И вот, пожалуйста, вот вам урбанистика. Старое здание, шесть, ну, короче, кругом-бегом. Третья треть девятнадцатого столетия. Это румыны, судя по всему, строили, это советское, это вообще хуй вы знаете, какого года. Вот, пожалуйста. И, видишь, рельсы проверили, что рабочие, вот тут даже написано. Вот так вот пересекаются эпохи. Три-четыре эпохи в одном моменте. Это же самые вот старые. И, видишь, вот труба какая. Рассказывали же, что на этой трубе подняли, когда красный флаг, и потом этого мальчика, белогвардейца, застрелили. У меня когда-то здесь была фотосессия, когда я снималась в Ню, в этой башне. Да, у меня есть фотография, там, где красивая, голенькая, на каблуках стою в одном из этих зданий. И недавно я нашла. Бесспорно? Бесспорно, красивая Ню. Ян, киевский фотограф меня снимал. Боже, видите, какая красота, офигеть. Как можно было бы здесь все это модернизировать и сделать, как в Киеве, там, на арсенальной. Вот эти витражи, да? Вот сейчас, знаешь, таких стекла, блядь, не делают. Ну да. Вот такими углами, ну ты понимаешь. Уже как красиво, реально люди подходили ко всему. Это что-то, заморочился? Ну да. Смотри, видишь, вот это вот остатки чего? Сюда загонялся тоже условно, я говорю, условно. Вагон, паровоз, да? И здесь все это было накрыто крышами. И вот там вот наверху были такие еще насилы, по которым ходили люди. Ну да. А внизу они что-то ремонтировали, по верху они ходили. Ну, как ты думаешь, какое будущее у этого здания? Оно все разъебется или кто-то все-таки... Его же предлагали выкупить там три года назад. Ты знаешь, Алекс Купер предлагал выкупить. Там даже они что-то договорились по цене и сделать здесь какое-то современное пространство. Но потом все у нас, как всегда, в Одессе разосрались. Никто ни хера не выкупил, что тут какие-то проблемы с землей. Это же центр города. Здесь действительно можно было бы сделать какие-то а-ля кворкинги, офисы, фудкорты. Вместо этих наливая. Уже какая красота, посмотрите. Ну а ты какое будущее видишь этого здания? Вообще этой территории всей. Какое? Да. Все это нахуй на седьмой километр железнодорожное. А здесь сделать, ну вот, реально такой какой-то... Тут даже не то, что бизнес-центр. А вот сделать... Какое-то промышленное, даже офисы можно было бы сделать, только сохранить это все. Нет, 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 нет. Здесь очень удобно. Короче, поставишь лагбауму и сделаешь что-то типа христиане, как это в Копенгагене. Христиане. Что это? В Копенгагене, в городе. Ну? В высокотерриторе. Хиппи. В 70-е годы. Захватили и сказали, это наша страна, блядь, и не идет. У нас здесь набираются наркотиков. Все такое, и проще, и проще. Вот. И здесь устроить христианин такую... Не, я против наркомании. Ну... Наркомания у нас и так хватает. Смотри, как красиво. За цивилизацию. Смотри, насколько красиво, да? А теперь мы на Молдаванке. Зашли на аутентичную Молдаванскую улицу. Не помню, как название. Сейчас где-то посмотрим. Переулок. Интернациональный Переулок. Какой же пиздец. Какая же наркомания. Покрышки эти. Ну, единственная ценность этой улицы, это... Вот, вот, брусчатка. И вот такие исторические, аутентичные домики. Да, интернациональный Переулок, охереть. Походу, тут декоммунизация не прошла. А как это там длинный дом? Такой пиздесящий, блядь, хуеть. Вот так вот, понимаете? Можно на Молдаванке жить. И прихуяще целый дом просто во дворе. Посмотри, как фронтон уже наклонился. То есть, в любой моменту может ебнется. Ну, да, ну, ебнется это здание, видно. Это правильная песня. Ну, тут у нас Ария. Интернациональный Переулок. Такие вот дворики. Все по-одесскому. Место для парковки. Ой, смотрите, тут картина и галерея. Так вот люди украшают свои дворы. С любовью к искусству. Такое вот интересное, аутентичное снимаем. А кто у вас тут картины такие повесил красивые? Это какой-то местный художник или просто каждый свое что-то решил? Каждый свое что-то повесил. А можно будет с тобой договориться и провести там экскурсию? Ну, там Максим проводит экскурсию. Там замечательный... А там же концерт был. Это даже... Да, для детей с ограниченными возможностями благотворительный концерт. Там шикарно. Вот это маленькое здание. Вот это вот была церковь. Итак, спорт двух историков. Баттл. Кто-кого? Ставим ставки. Морган или Юля? Правильно. Правильно. Но вначале это строили, да. Изначально, да. Оно было построено для вот этих железнодорожных нужд. Потому что здесь вокзал и все остальное. А что сегодня за дата? Подожди. День 7 ноября. Красный день календаря. Что было 7 ноября? День Великой Октябрьской революции. Не дает еще и тупенько. Так он бы тебя пылил там как-то. Я же говорю, давай. Бля, интеллектуально пыляет. Эти решетки, они пережили царя, они пережили две революции, они пережили французов, они пережили Советский Союз. Они пережили все, а к сожалению, у наших бомжей у них был шанс не пережить. Эти решетки просто выламывались. Ну кто? Бомжи? Здесь их как бы кормят. Они видят вот это вот. Они очень легко выламывались. И сдавались в соседний пункт металлолома. Когда я проследила путь, знаешь, бывает там утром идешь, была решетка, ее уже нет. Опять идешь, была секция, ее уже нет. А потом как-то получилось, так совпало, что я шла, они ее выломали и несли. И я за ними проследила. Рассказываю. У нас здесь был пункт металлолома. Я за этими бомжами спускаюсь в этот подвал. А там, знаешь, вот такая вот хата, знаешь, там кто-то ножом бьет между пальцами. Короче, эти бомжи скидывают решетку. Я стою там, смотрю в щель, подсматриваю. Я думаю, ну сейчас примите, сейчас я вам здесь устрою. Бомжи сдали эту решетку, рассчитались, уходят. Я говорю, так, молодые люди, объясните мне, пожалуйста. Во-первых, у нас люки воруют, у нас воруют эти решетки. Я говорю, это вообще историческая память. Я говорю, что тебе... Нет, вот тем, кто это принял, бомжам, что говорить? Мне надо жрать, пить, как-то жить. Я говорю, что вы вообще делаете? Во-первых, я говорю, я сейчас вызываю полицию. И на словах полиция этот человек встал. И понятно, что ция я договорила ему практически в пупок. Но я понимаю, что мне надо быть, знаешь, какой-то злой собачкой. И догавкать до конца все, что я хочу. Я им объяснила, что будет вызвана полиция, вы будете наказаны. В принципе, можно сказать, что возрождение молдаванки началось с восстановления, хотя я как бы против... Нет, я не скажу, что я прям жестко против религии. Я против, вот, даже огороживание территории, да... Это не туалет, а не туалет. Вот, что сделали храм, сделали благоустройство, при этом не сделали туалет. Почему в Баптистскую церковь, вот там на квартал ниже, ты можешь пойти в туалет. Почему здесь нельзя? В туалетах у меня вообще проблема большая в Одессе. Нет, смотри, Михайловский парк, есть туалет, пожалуйста. Ты можно сказать, что возрождение, в принципе, молдаванки, началось с возрождения вот этих вот храмов. Я когда сюда переехала, мои знакомые все были в шоке. Как так, с фонтана, уехать на молдаванку, это все... Я не понимала, почему мне нравится. Потому что когда я выбирала себе этот район, где я буду жить, я смотрела, чтобы рядом была школа, чтобы рядом была поликлиника, магазины, удобная транспортная развязка. Я ездила смотреть квартиру по Богдану Хмельницкому. Понятно, когда я попала на Лазарева, я, знаешь, как в американском фильме, я взошла домой, сползла по стене и плакала. И начали восстанавливать этот храм. И вот когда начали восстанавливать эти храмы, начали... Она как-то начала получать вторую жизнь. Сюда стали приезжать люди. Вот знаешь, вот это вот все... Либо эти наркоманы, которые, знаешь, они уже докололись до того момента. Но они помирали. Уже нет, новые не докололись. Ну, здесь стали появляться люди с детьми. Люди нормального социального статуса. Вот мы с Моргой. И начали восстанавливать Одесскую гимназию номер 4. На нее обратил внимание Геннадий Леонидович. Огромное ему за это спасибо. Геннадий Леонидович, вам привет. Вот, огромное спасибо. Он восстановил, но благодаря... Ну, не он, это городским средствам бюджетным. Я понимаю, да, откуда идет финансирование, откуда идет, да, на восстановление, на реконструкцию, на все. Но нужна была вот эта вот твердая, да. Ну, да. И вот, к счастью, что этот человек, он увидел и сказал да. А где гимназия? Да, вот, 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 это, это сталинский ампир. Мы восстановили ее, кстати, Морган нам очень, Сережа нам очень помог. В чем? Он помогал нам искать документы. Это мы восстановили практически... Так, вон, гимназия же была, вот, на месте Кадора, здесь была гимназия Кандыбы. Вот, считай, вот, снесли в нахуй, короче. Да, там была... Здесь учились девочки. Обязательно тегнем депутата. По нашим данным, в 1936 году, эту школу построили из-за разговора вот этой вот церкви. Здесь была школа для мальчиков. У нас даже до сих пор работает Виктор Иванович, который учился в этой школе, но он такой же старенький, учился в этой школе для мальчиков. А вот здесь была девяносто девятая школа, в месте Кадора была школа для девочек. А здесь еще остались, видишь, что у нас сейчас не пустят, вот видишь, вот эти вот старые мастерские. Вот, вот это вот то, что осталось в гимназии, которая была здесь до революции. Вот здесь у них тоже были мастерские, вот это вот здание. Что они делали там? Мастерские, ну что делают в мастерских? Она потом была переоборудована, когда гимназию построили, она была оборудована мастерские там для мальчика, там были стакарные станки такие. Вот эти были, это были какие-то хозяйственные помещения вот этой вот гимназии, которая здесь была до революции. Проект реконструкции делал неравнодушный к нашему городу человек, я не буду называть ни имя, ни фирму. Это все было за счет города, это реконструкция, инициированная мэром города, нашими депутатами. И на деле Ленидович, вам снова привет пламенный. И благодаря их счастью была сохранена эта ограда. Были люди, которые легче понимают, снести, сломать и сделать новое. Сохранить старое очень сложно. А потом пойдем в нормальное кафе, выпьем коньяка и кофе, как нормальные белые люди, как бомжа какая-то по скамейкам. Не влюбляйся, красавица, он картежный класс, слушай, прям такой арт. Это мое, это я нашла. Юля, а почему этот сквер не благоустраивают? Он не входит в программу? Ну, я не знаю, что входит в программу, что не входит, но понимаешь, что надо понимать. Один маленький нюанс. Конечно, да, хочется сразу сделать и все. Сразу все не делается. Денег нет. Ну, это не моя специализация. Мне нравятся вот эти вот маленькие домики. Обычно их строили для обслуги, либо для преподавателей. Блодим? Да, вот это вот очень, ну, как не знаю, мне так это не знаешь, так мило это. Директор мог жить, кстати. Вот, они заботились о своем персонале, о своих педагогах, о тех участников учебного процесса. И я ничего не знаю, на самом деле, о районе. Вот мы ходим, так... Почитай Донцову. Ты ее полюбишь и Донцову, и ты молдаванку увидишь совершенно с другой стороны. Я сейчас пойду к Анатолию, на стараконный рынок у него поищу эти книги. Если вы хотите поесть вкусное, классное мясо, классно приготовленное, все свежайшее, попить вкусное вино, посидеть в душевной компании, можно прийти сюда. Вот такая вот шикарная подача из рук самого шефа. Вот, иди по метке. Да. Отлично. Сейчас мы будем вот это все кушать с сориками. Знаешь, как по армянски добрые деньги? Продолжение следует...